МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Кабардио-Балкарии встретился с делегацией ЗАГС Собрания Ленинградской области, которая находится в республике с трехдневным визитом. Парламентарий изучает экономические возможности региона. Речь шла о развитии туризма, культурном обмене между регионами, возможности обучения в вузах Санкт-Петербурга студентов из Кабардио-Балкарии. Также северную столицу и область интересует сиркозпродукция Солнечной Республики. Арсен Конохов рассказал гостям о реализуемых в КБР инвестпроектах по интенсивному садоводству, строительству теплиц для выращивания томатов и огурцов без грунта, а также возведению крупных животноводческих и птицеводческих комплексов. Законодатели области намерены побывать на этих объектах. Мы наименее дотационная республика из всех республик Северного Кавказа. После Ставропольского края мы 50%, 50 на 50 у нас уровень дотации республики. Я думаю, что есть возможность, если все эти проекты будут реализованы, то можно практически 10-20% дотационности оставить. Мы, конечно, понимаем, насколько надо экономику быстро развивать, чтобы к этим цифрам прийти. С потенциалом баниологического курорта Нальчик гости уже ознакомились. Как отметил возглавляющий делегацию председатель ЗАГС Собрания Сергей Бибенин, рассчитан он на людей среднего достатка. И, по его мнению, нужно придумать вопрос об организации централизованного потока отдыхающих с берегов Невы в здравнице Кабардино-Балкарии. За этапом личного знакомства с потенциалом республики последует подписание деловых контрактов и налаживание долгосрочных связей, считает инициатор визиты, руководитель представительства КБР в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Альберт Церальп. Сейчас гости разъехались по районам республики, сообщает пресс-служба главы и правительства КБР. Как создать доступную среду для инвалидов, обсудили сегодня в парламенте КБР на круглом столе. Профильные руководители министерств, ведомства и депутаты говорили о промежуточных итогах реализации соответствующей целевой программы. Рассчитана она до 2015 года. В ее рамках построят новые спортивные объекты и создадут образовательные программы. Но главной задачей на сегодня остается трудоустройство инвалидов. Подробности в материале Альберта Корцаева. Реализация программы «Доступная среда» в сфере образования началась еще пару лет назад. Из федерального бюджета тогда выделили более 40 миллионов рублей. На эти средства были внедрены новые образовательные программы, в том числе и по дистанционному обучению инвалидов в школах и вузах. Теперь для людей с ограниченными возможностями планируется построить спортивные объекты. Возводить их будут на условиях равного софинансирования республиканского и федерального бюджетов. При согласовании нашей региональной программы заложили 105 миллионов рублей. Это крайне мало. На первом этапе, 2013 год, практически из тех средств, которые я озвучил в республиканской целевой программе, из этих 105 миллионов рублей, практически у нас все мероприятия связаны с тем, что не требуется финансирование. Это мероприятия связаны с введением паспортизации объектов. Инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, в республике сегодня около 2000. Служба занятости смогла помочь только малой части, из них примерно 300 человек. В ведомстве сетуют на безответственность работодатели, которые не исполняют закон о квотах. 3% от общего числа сотрудников предприятий должны быть для людей с ограниченными возможностями. Вакансии могут быть не всегда, говорят депутаты. Каждая работа имеет свою специфику. Ваши службы выезжают, проводят проверки, выписывают предписания. Мотивация такова, что у нас особые учреждения, допустим, среди педагогического персонала вакансий нет. Тех персонал, обслуживающий персонал, там тоже вредные условия труда и так далее. То есть и степень инвалидности у людей разная. Даже если нет у него возможности, вернее вакансии нет, создать это рабочее место, квота, это обязательная норма, которую надо выполнить. Однако медаль имеет и другую сторону. Любое рабочее место инвалида требует дополнительных ассигнований из бюджета. В этом году на эти цели из республиканской казны было выделено субсидии более 6 миллионов рублей. Однако работодатели предпочитают другой, более популярный выход из ситуации. Сотрудники, уже имеющие инвалидность по состоянию здоровья, полностью покрывают квоту. Альберт Корцаев, Асламур Захандоха, Весик, Абрадзина, Балкария. Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям» провела сегодня в Санкт-Петербурге обучающий семинар для специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и педагогов-психологов. Встреча была организована в рамках проекта «Межрегиональный ресурсный центр», который реализуется в республике при поддержке правительства и детского омбудсмена КБР. С подобными семинарами «Врачи без границы» уже побывали в нескольких регионах страны, однако в Кабардино-Балкарии представители общественной организации впервые. Темами для общения сегодня стали технологии междисциплинарного ведения случая и работы с семьей. Главная цель – обмен опыта. Возможно, какую-то часть этих технологий будете применять у себя в регионе. Или расскажете нам, как это происходит у вас, что для нас тоже будет ценным, и мы в своей организации тоже это осветим. А в Нальчике эта работа строится вот таким вот образом, и эффективность очень высокая. В ходе цикла семинаров будут рассмотрены вопросы помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения и преступлений насильственного характера. Завтра обучающий курс пройдут соцработники. Новая вспышка африканской чумы выявлена в Северной Осетии. Угрозы заражения животных есть и в Краснодарском крае. Массового падежа опасаются и фермеры Кабардино-Балкарии. Сейчас в республике все свиноводческие хозяйства переведены в закрытый режим. Строгие контроли на границах с соседними регионами. Полностью победить африканскую чуму пока не удается. И чтобы спастись от разорения, предприниматели даже сами лишний раз не заходят на территории своих владений. А чужих и вовсе не пускают. В чем убедилась наш корреспондент Инна Богатырева. На сегодняшний день не могу, потому что в связи с инфекцией впустить вас не могу. Поймите правильно. Для нашей съемочной группы, впрочем, как и для любого постороннего, вход во двор Сергея Сацука заказан. О страшной инфекции предупреждены и животноводы станицы Солдатской Прохланинского района. За закрытыми дверями нередкие представители фауны, а самые обыкновенные свиньи. Держать их под замком хозяев заставил вирус. Опасно, правда, только для этих животных. Оберегают своих питомцев от чумы не только частники. В АПК Киева-Жураки степень защиты оценивается как самая высокая. И не случайно. Ведь здесь сосредоточено 99% всего республиканского поголовья. 50 тысяч из 55 голов свиней содержат в строго охраняемой зоне комплекса. Заправляется здесь средства, каусической соды, вироцидом. И круглый год дисбарер у нас заправлено. При выезде машины выходят работники, где что не достается, они опрыскивают полностью автомобиль. Оснащенный по последнему слову техникой, комплекс больше похож на военный объект. Попасть сюда не так просто, как может показаться. Фейсконтролем здесь не ограничивается. Вот человек приходит на работу, он или она проходит через дисбарер, дисковрик, заходит на ХПП, снимает нижнюю, ну обувь снимает и верхнюю одежду. После этого они проходят туда, в офис. Там сам пропускник. Там они снимают всю свою одежду, купаются. Это как бы считается грязной зоной. После того, как они искупались, заходят в чистую зону. Автоматизированный комбикормовый завод и лаборатория при нем практически полностью исключают попадание инфекции на ферму. Кстати, завод вырабатывает до 100 тонн в день по 8 различным рецептурам. Рассчитаны они на разные возрастные группы. Данные рецептуры комбикормов заносят в компьютер, весь остальной процесс от человека уже не зависит. Африканская чума на особом контроле государства. Это отнюдь невыдуманная угроза, подтверждает главный ветинспектор КБ Резуан Тлупов. Если взять Кабардино-Балкарские республики, то на сегодня мы начинаем второй круг, можно сказать. В 2010 году в Северной Осетии и Алане были зарегистрированы очень крупные очаги. И однозначно мы заразились и нам пришлось уничтожить в Новоивановке более 2,5 тысячи голов. Плюс к тому же тогда мы уничтожили около 100 голов участников. Сегодня повторения этой ситуации намерены избежать любыми путями. Министерство сельского хозяйства вышло с предложением в правительство КБР о создании единой постоянно действующей комиссии по противодействию опасным инфекциям. Кроме того, разработан проект республиканской целевой программы по недопущению заноса африканской чумы свиней. Она пока не принята, идет процесс согласования. Считавшаяся до 2007 года в России экзотической, африканская напасть сегодня бич многих регионов страны. Вакцины, равно как и спасение от вируса, не существует. Берем кровь, ребята, работающие там берут кровь, мы отправляем их в Краснодар. На сегодняшний день у нас все благополучно. В этом году мы отправили уже 8 проб от диких свиней. Пока благополучно, все нормально. Отправили 350 проб крови от домашних свиней. Тоже благополучно, все нормально. Заслон поставлен в республике. Все пункты, откуда поступают, они все подконтрольны. Стихийного поступления продукции свиноводца в республике нет. Поэтому бить тревогу необходимости такой нет. На границе с Северной Осетией созданы совместные ветеринарно-полицейские посты. Их цель – предотвратить неконтролируемый ввоз некачественной продукции. Животные и мясо здесь же проверяют на наличие инфекции. Инна Богатырева, Азамат Табухов, Иван Евдокимов. Вести Кабардино-Балкария. Около 93 миллионов рублей направит в этом году республика на улучшение жилищных условий сельских жителей. Почти 60 миллионов профинансирует федеральная казна. Деньги выделят по целевой программе социальное развитие села. Соответствующее соглашение подписано между Минсельхозом России и правительством КБР. Косподдержка будет оказана 130 сельским семьям и молодым специалистам Кабардино-Балкарии, сообщает сегодня пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики. К другим темам. Сегодня русский госдрамтеатр имени Горького дает премьеру. Король Лир в постановке Султана Теуважева второй творческий проект, который реализуют в республике на средства гранта главы КБР Арсена Конокова в области театрального искусства. Первый такой спектакль «Орел и Орлица» месяц назад с успехом представил Кабардинский госдрамтеатр. И на этой же сцене сегодня-завтра пройдут премьерные спектакли шекспировской трагедии в исполнении русской труппы. На генеральные репетиции побывала Наталья Усупова. Это весна в республике щедра на премьеры, впрочем, как и на премии для творческих коллективов. У русской драмы в этом сезоне две профессиональные награды на одну фамилию. Чеховский Лука из «Медведя» хоть и роль второго плана, но в исполнении заслуженного артиста КБР Станислава Каграманяна держит внимание зрителя не меньше главной. В номинации «Театр для детей» лучшим признан «Теремок». Режиссер-постановщик тоже Каграманян, но уже грант. Отец и сын играют на одной сцене не первый год. В новом спектакле «Короле Лире» Каграманян-младший в актерской ипостасе. Надо быть полным ослом, чтобы не понимать, что здесь все шиворот-навыворот. Яйца, курицу лучи. Это, конечно, просто загляденье какое. О том, что заяц может побывать в шкуре хищника, а волк меняет мясной рацион на морковь, знает Аубик Кермезиев. «Сказка о дружбе» – режиссерский дебют молодого артиста Балкарского театра. Его, наряду с игрой актеров в спектакле «Плачет Ива за горой», заметили и оценили. Не найдя интересный материал, я решил попробовать. Театр очень сильно поддержал, артисты все согласились участвовать. И вот как-то вот так у нас получился этот спектакль. Вроде неплохой, вроде детям нравится. Мадина Хавпачева на сцену не выходит, спектакли не ставит, но именно ее работу зритель видит сразу. За создание костюмов к драме «Орел и Орлица» Швея Кабардинского театра отмечено особо. Четыре месяца кропотливой работы и два десятка старорусских и черкесских одеяний готовы. Это сложные вещи, по сути, если подумать, конечно. Но для меня это не было сложностью. Для меня это было настолько интересно, и я это выполняла просто с душой. И мне казалось, что это несложно. «Орел и Орлица» – спектакль грантовый, так же, как и лир. В прошлом году три коллектива в КБР получили по 500 тысяч на новые постановки. Результат уже оценивают зрители и театральные критики. «Орел и Орлица» в этом году взял наибольшее количество театральных наград. Как видно, шапка Мономаха не стала для кабардинской труппы тяжелой ношей. Наталья Юсупова, Адмир Сабанчиев, Вести Кабардино-Балкария. О спорте сегодня на республиканском стадионе в Нальчике местный «Спартак» принимает «Волгарь» из Астрахани. Гости, аутсайдеры турнира, занимают последнее 17-е место в таблице футбольной национальной лиги. На «Красно-белые» сейчас на пятой строчке. Сыграв в предыдущем туре в Лужниках в ничью с московским «Торпедо», подопечные Тимура Шибшего довели счет беспроигрышных матчей до четырех. Сейчас уже можно сказать, что последние приобретения Нальчикского «Спартака» Алексея Медведева, Алексея Аверьянов и Карла Сруа пришлись к статье. Команда значительно усилилась. Напомню, в составе наших сегодняшних соперников играют бывшие «Спартаковцы» Данил Гриднев, Станислав Домашко и Аслан Машуков. Матч начнется в 18.00. И последнее сегодня в течение дня в республике ожидаются сильные грозовые дожди и паристый ветер до 25 метров в секунду. Экстренное предупреждение распространило МЧС по КБР, как следует из сообщения ведомства. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линии связи и электропередач, нарушениями в работе транспорта, повреждением кровли и легких строений. Телефонные горячие линии вы сейчас увидите на своих экранах. К этому часу вся информация. Все новости нашей программы вы можете найти на сайте вести.кбр.ру. Следующий выпуск в 17.30. Субтитры создавал DimaTorzok